Было ли у вас при написании текста, что у вас кончалось вдохновение, и вы не могли его дописать, а через какое-то время вы его дописывали? Как часто это бывало? И здоровья вам, и много-много вдохновения. Спасибо, Дмитрий, за здоровье и за вдохновение. Я лично уверена, что самое лучшее получается, когда ты пишешь сразу, ты слушаешь музыку, сразу у тебя появляются какие-то образы, и ты сочиняешь первый вариант, он эмоционально самый точный в отношении попадания в музыку, в настроение. А дальше начинается как раз то, Дмитрий, о чем вы пишете. То есть музыканты просят это переставить туда, это переставить туда, и на каком-то этапе действительно бывает такое, что ты уже ненавидишь эту песню, потому что ты считаешь, что лучшее ты сказал, что лучшее ты уже написал, а тут уже начинаются барские капризы. И так часто бывает, то есть пишешь и откладываешь. Откладываешь, приступаешь к следующей песне, если тебе дали музыку, я напоминаю, что все, о чем мы говорим, это все пишется на музыку, стихи на музыку. И иногда песня лежит месяц-два, то есть ты к ней не возвращаешься. Потом ты к ней возвращаешься уже, успокоившись. Или, как говорится, добиваешь. Это очень часто бывает. То есть вдохновение не уходит, просто наступает разочарование, что тебя не поняли. И ты разочаровываешься, откладываешь. А очень часто бывает в отношении Валерия Александровича, что он вдруг через год понимает то, что ты говорил раньше, и возвращаешься к первому варианту. И тогда на моей улице или в моем переулке случается праздник. Следующий пул вопросов от Елены Татаренковой. Значит, вот вопрос первый. Предлагали ли вам когда-нибудь сняться в музыкальном клипе, в частности, группы, с которыми вы дружите? Никогда. Мало того, я вам открою страшную тайну, со мной никогда не согласовывали картинку, сюжет того или иного клипа. А когда я на одну из своих любимых песен попросила показать этот сценарий, мне сказали, что у меня это не касается. Не буду точнее, какую песню. Понимаете, это я не жалуюсь, я просто говорю, что такое ощущение, что ты нужна, пока люди пишут альбом, не советы по поводу оформления. Я много раз предлагаю, давайте что-нибудь, может быть, кого-то подскажу. Я тоже знаю людей, которые прекрасно рисуют, прекрасно делают буклет. Потом я считаю, что у нас «Маргента», вот мой проект со Скрипниковым и с другими товарищами, по оформлению лучше, прямо скажем, чем некоторые альбомы известны. По буклетам, по обложкам, вкус оформителя. Гораздо более соответствует музыкальному направлению. Я думаю, Денис, ты сам прав, что ты соглашаешься. Вот поэтому мне всем предлагать, мне всем раз так вот, как в том анекдоте про вьетнамского космонавта или китайского, в линейках, в линейках, по рукам. Видели, чтоб он кнопочки на космическом корабле не трогал. То же самое здесь происходит. Поэтому, когда я вижу клик, ну хорошо, я думаю, отлично, что могу сказать. Меня никто никогда не спрашивает. И тем более, один раз меня Армен Григорян пригласил с мясом в фильме «ТАСС». Спасибо ему большое. Потом мне еще предлагалось какого-то спектакля сыграть. Я говорю, что мне фильма вот так вот хватило. Боюсь, не сойдемся характерами с режиссером. Второй вопрос. С чего больше всего быть? Это очень страшный вопрос. Ну и отвечу на него, честно. Больше всего я боюсь умереть в одиночестве. Хотя человек как бы рождается, для того, чтобы быть одиноким. Ну вот, в пустоте. Как многие, да? Да. Как многие из нас. Третий вопрос. Если бы вам в руки попала золотая рыбка, ну или какой-нибудь другой волшебный артефакт, дающий возможность загадать трижего у него, что бы вы пожелали? Не знаю. Во-первых, я бы спросила у рыбки, если бы была рыбка. Рыбка до сих пор еще жива. Потому что, я представляю, сколько ручонок ее, там уже чешуя, наверное, вся облезла. Бедная рыбка боится людей со страшной силой. Волшебный артефакт. Я не знаю, что бы я пожелала. Потому что, казалось бы, пожелаешь одно, а за одним желанием тянется другое. Желать там мира во всем мире, это глупо. Этого никогда не будет. Ну, мне бы хотелось, чтобы люди, которых я знаю, которых я люблю, с которыми я очень долго общаюсь, жили бы более радостно, что ли, и подольше. Чтобы наш круг не сужался. Чтобы мы получали удовольствие от жизни, и чтобы жизнь не торопилась нас покинуть. Вот так, я сказал, так сформулировано. Адресная помощь такая. Да, адресная помощь товарищам, конечно. Абсолютно. Вот. Ну, четвертый вопрос. Существует ли направление тяжелой музыки, которая вот вам совсем-совсем не нравится? Нет, не существует. Вообще не существует такой музыки, в которой мне совсем не нравится. Может быть, я не знаю, чего это, но я считаю, я как молодцы думаю. То есть, пусть цветут все цветы. Каждый находит человека в своем удовольствии. Что значит, нравится, не нравится. Я слушаю, я лично слушаю то, что мне попадается, нравится или не нравится. Если что-то не то, я говорю, но это не мое. То же самое и блэк-метал, и надо очень интересно послушать. И рэп, кстати, очень интересно послушать. Но нормальные группы, не вот эти вот ужасные, которые у нас по телевизору показывают. А зайти в интернет, найти там какие-то вот. Вот соль земли мне очень нравится группа. Такая она речевая группа. Я считаю, что в таких вот вариантах там, где приоритет, именно слово отдаётся. И вот как вот группа соль земли, да, у них прекрасные тексты, очень хорошие. Пятый заключительный вопрос. Расскажите о самом безумном поступке в своей жизни. Самый безумный поступок в моей жизни, это когда я вот решила написать текст для Саши Купикова. Вот с цикла, собственно, весь ужас и начался в моей жизни. Сначала вот этот текст, блюз такой-то был написан. Потом ещё один стишок, он тоже принёс машину время и одно время пели. А дальше уже понеслась вот эта вот безумная тройка, про которую Гоголь писал. И редкая птица пыталась долететь до середины Днепрада. Следующий вопрос, Дмитрий Левис Малерчук. Расскажите о тексте для блюз российских снегов. Как писался текст на музыку? Что в него заложено и были ли ещё другие варианты к песню Куража? Нет, все песни Куража писались сразу, вариантов практически переделок не было никаких. Если только Андрей Кольчугин что-то поправлял, он сам прекрасно писал стихи для пропиваемости. А блюз российских снегов это про российские снега, которые мы теряем с каждым годом. То есть это атмосферная очень песня, такая тоска по, если просто говорить, не будем усложнять, по хорошему русскому снегу. Чистому, белому, может быть глубокому, может быть такому, как в детстве было. Я вспоминаю, как в детстве мы идём по дороге в городе Черняховск. Хорошая зима, слышно, как трещат деревья. А коттедж, в котором мы жили, он на окраине города был. И вокруг был лес, замёрзший пруд, потрясающие высокие ели, такие лапы большие, и на них снежные подушки. И едет телега, натуральная телега, лошадь и солома на этой самой телеге. И падают клочки соломы на дорогу заснеженную. Мы идём, такие валенки у нас, дети, валенки хорошие, скрипим. Вот пахнет этой соломой, которая падает, трещат деревья. Это зима, это потрясающее ощущение зимы. Этот блюз, вот тоска, вот магнитные бури, там же всё это упомянуто. Мы уже страдаем от воздействия. Мы даже не знали раньше, что это такое магнитные бури. Блюз российских снегов. А если смотреть ещё шире, то может быть это блюз посвящения той России, которую, как говорит один известный кинорежиссёр, мы потеряли. Но это как-то будет каждому своё. Следующий вопрос Андрей Букатко. Маргарита Анатольевна, спасибо Вам за Ваше творчество. Вопрос следующий. Наверное, многие просят Вас оценить написанные ими тексты, стихотворения. Как Вы к этому относитесь? Или не обращаете на такие просьбы внимания? Спасибо за ответ и желаю, чтобы Вас никогда не покидало вдохновение. Андрей, дело в том, что мне действительно много присылают с просьбой оценить. Я очень осторожно к этому вопросу подхожу. Потому что у меня своё представление о том, как надо писать песенные тексты. Ну, свои типы знания, свои вообще предпочтения. Очень часто присылают просто, вот Маргарита Анатольевна, вот я только что сочинил, ты поживи с этим, посмотри, почитай, подумай, отложи какое-то время, потом присылай. Много присылают и бывают очень хорошие, красивые, больше стихов, чем песен. Потому что с песнями сложнее, не все понимают, что это такое. Профиласы нас поговорят. Нет, даже я музыки-то не слышал, мне присылают текст. Просто в любой песне существует определенная дерматургия при написании текста. Но это как я понимаю, то есть должна быть завязочка, как в пьесе. Любая песня – это пьеса, не обязательно Шекспир, но пьеса. Развитие должно быть, как-то идёт по восходящей, крещендо, кульминация какая-то, икода, завершающая что-то. Припев должен быть соответствующий, обязательно шлях фразов. Очень часто в том, что присылают, я вижу, что припев является просто продолжением запева. То есть непонятно, где заканчивается что. И пару раз, почему я ещё осторожно к этому отношусь, я понимаю, что творческие люди легко уронимы. Понимаешь, почему тут думают, что мы, которые давно в этом деле, можно пули дум-дум у нас стрелять разрывной, и ничего не будет. То есть критиковать, мордовать, это всё. Но, когда ты что-то высказываешь, ну, допустим, я что-то там не поняла, извините, а это что такое? Против закона русского языка, грубо говоря. Человек-приславший обижается. Сразу уходит в глухую оборону, сразу колючки выставляет. Всё, но я же в порядке как бы обмена мнениями. Ну, уточните, что вы имели в виду. Может быть, переставить вот так вот. То есть одно время я довольно детально отвечала на всякие вот такие моменты. Или там я, допустим, говорю, что вы знаете, может быть, вообще перестроить текст. Это плохо воспринимается теми, кто присылает. То есть критику не выносит никакую. А, вот она дура, она не поняла. Ну всё, ставим на пушкиный крест. Ну, пусть ставьте мне. Я хотела как лучше, выучилась как всегда, да. Так что, не знаю, но есть действительно толковые, хорошие тексты присылают. И вместе с музыкой присылают. Вот один молодой человек недавно прислал песню, посвящённую маме. Написанную, такой, ну, более-менее очень лирический текст. Ну, естественно, в маме, да. Хотя мамы бывают разные. И можно про маму так написать, что как бы маме мало не покажется. Но надо щадить своих, жалеть своих мам. Вот. А у него очень лирический текст. И на очень жёсткую такую прям вот такую вот музыку. Я ему написала, что, знаешь, вот характер текста не отвечает музыке. Хорошо сыгранная музыка такая, барабаны, там, гитары, там, всё. То есть он уже вообще композитор? Да, 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 да. Ну, оцените, типа. Ну, вот если отделить текст, он сам по себе, музыка сама по себе. А вот человек со мной согласился. Он говорит, ну, наверное, лучше дать там какую-то акустическую балладу. Я говорю, ну, наверное, про маму лучше вот так вот. Да, у нас с Куражом, кстати, была песня «Мама». Ну, вообще, мама – это популярная тема. Вот. И в своё время у Ситковецкого в автографе тоже была мама. То есть я считаю, вот с Куражом у нас удачно получилось. Там такое возвращение блудного сына. Те джинсы вывозанные красной гримой там и так далее. Кальчугин – это для меня до сих пор как бы боль. Вот как его вместе с нами. Потрясающего кальчугина. И поэт, конечно, музыкант от Бога. Вот. Так что, не знаю. Вот несколько человек, которые мне присылали. В том числе и несколько, которые здесь вопросы задают. Мне очень нравится то, что они пишут. Я даже там нескольких рекомендовал своим друзьям, музыкантам. Кто-то пришёл с этого двора. То есть выдержал натиск музыкантов. Выдержал это бесконечное требование по переделке. Кто-то – нет. Но есть. Есть. Люди в узких силенных. Это радует. Конечно радует. Конечно радует. Не поедали. Он стоит. Но есть. Серьёзно. Но есть. Эти кальчугин. Кто-то – наоборот. Серьёзно? Он такой сбор.